Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня будет такой не очень обычный формат. Я расскажу вам, как я наношу макияж с своими старыми, любимыми продуктами. Это Shiseido, тональный крем, Clorant. И как я делаю свой стандартный макияж с палеткой MAC. Потому что я в Инстаграме делала всякие вот такие обзоры, а на Ютюбе нет у меня этого видео. В связи с тем, что мне невозможно нормально снять. Поэтому еще одно нововведение я снимаю на телефон. Я не знаю, что получится дальше. Потому что я записываю эту подводку в конце того момента, когда я уже все это сняла. В общем, не судите за качество. Мне очень хотелось с вами поделиться именно на канале, именно на платформе Ютюба. Поделиться с вами этой палеткой, как я делаю макияж. И, кстати, в связи с тем, что мы еще никак не можем переехать, я не могу нормальные видео снимать, потому что нету нормального света, звука. И вот нормальных стульев, потому что я вот сейчас сижу и пытаюсь не шевелиться, потому что он скрипит. В общем, попытаемся поснимать макияж на телефон, потому что вы очень просите. И мысль. Прошу вас подписываться на инстаграм на мой, потому что там я гораздо чаще, гораздо активнее. Я делаю прямые эфиры. Мы с вами там и про косметику, и про жизнь, и про Питер, про много что болтаем. Потому что сейчас на Ютюбе я не так часто чего делаю, потому что мне просто, в принципе, физически невозможно снимать в этой квартире. Конкретно все очень сложно в плане макияжа еще сложнее. Вот, поэтому хотела я вам рассказать еще про три новинки у меня, но решила этого не делать. Решила просто сказать вам, чтобы вы подписывались на инстаграм, потому что там я делала прямой эфир, где подробно рассказывала про эти новинки. Это арт-визажевская палетка, такая вот многофункциональная, но которая оказалась, честно говоря, не очень. Это пудра, хайлайтер, тени, 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 маленькие-то тени. Такая безумно красивая, которая имела заявку на победу, но не победила. Еще три продукта, хайлайтер, румяна и бронзер от Estrada, знаменитые их продукты. О них я тоже рассказывала в прямом эфире в инстаграме, так что подписывайтесь. Ссылочка на инстаграм внизу, ник вот здесь у меня постоянно мой инстаграмный скачет, так что подписывайтесь, прошу вас. Я очень хочу с вами общаться, но просто мне в формате ютуба реально сейчас очень сложно что-то делать. Только влоговые какие-то истории я могу в основном выкладывать. Именно снимать вот в квартире просто реально технически очень сложно. Вот, и еще продукт у меня был новинка Evelyn, вот этот знаменитый нашумевший тон, натенок у меня 0,20, liquid control. Про него я тоже рассказывала в прямом эфире в инстаграме, так что повторюсь этот раз, подписывайтесь на инстаграм. И все равно подписывайтесь на канал, кто не подписан, вдруг подписывайтесь, потому что когда мы переедем, я постараюсь в хорошем свете, хорошие макияжи делать. Покажу вам, как Лагуна работает, потому что я делала обзор просто, что я купила ее. Как видите, я ее очень люблю. И еще новые мои румяшки тоже Nars. Очень крутые. Вот, в общем, все, вот это покажу. Поехали. Начнем с нанесения тона Shisee desynchroskin. Единственный плюс такой съемки, это то, что вы можете видеть все детали. Natural 2 оттенок. Недавно сделала пост с моими любимыми продуктами. И там, конечно же, он фигурировал. Дальше консилер Clorans Instant Concealer оттенок 02. Наношу его, как обычно, на все подвижные века и на область вокруг глаз. Он выступает как база под тени. Мне нравится, как на него ложатся любые абсолютно тени. Поэтому такое два в одном. Ну и он хорошо очень перекрывает синячки. Кто-то давно со мной знает, что я очень его люблю. Как вы видите, наверное, результат, да? Достаточно нещадно я его наношу. Его много мне надо, чтобы перекрыть синячки. Но, несмотря на то, что я его наношу достаточно большое количество, он не становится каким-то маской или плотным. Не забивается в морщинки, ничего. Но если его очень много нанести, конечно, он станет странно выглядеть, а так нет. Пудра Clorans Multi Cloud оттенок 02. Она хорошо закрепляет тональный крем. Она очень тонкая, вуальная. Немножко со светоотражалками, так же, как и тональный крем. Мне она нравится. Дальше берем кисточку и Нарс Лагуна. И делаем скульптурирование. Я думаю, вот тут хорошо, кстати, на этом свету и на телефоне, несмотря на то, что он делает какие-то блеклые, совершенно белесые глаза. Саму тень он показывает хорошо. Это радует. Видите? Чуть-чуть на линию роста волос я наношу, потому что мне нравится этот эффект а-ля загорелая кожа. Чуть-чуть, когда вот сюда солнце попадает, сразу первым делом сгорает, естественно, нос и лоб. Поэтому вот это место, оно всегда загорелое, если вы загорелые. Более загорелое, чем остальное лицо. Если вы неравнотонно загораете, как я, например. Мне нравится этот эффект. Сразу лицо достаточно свежим становится. Тут что-то выделено, тут что-то тоже выделено. Дальше берем мою новую кисть. Люблю ее ламель C1. И берем новое румяно, которое я обожаю, Нарс. Кстати, про Лагуну я тоже не рассказывала. Очень мне нравится. Как видите, он у меня до дырочки дотерт, потому что очень классный продукт. Как видите, работает безупречно. Несмотря на то, что в упаковке он достаточно, кажется, по сводчу золотистый. И тут можно увидеть вот золотистые такие штуки, когда за свет идет. Он на лице абсолютно не золотистый. Он подойдет абсолютно любому цветотипу. Не знаю, мне кажется, я еще пока не встречала ни одной девушке, которая не понравилась Балагуна. Дальше в таком интересном оттенке у меня румяшки. Это Deep Thoth. Я не знаю, как правильно читается. Она переводится как глубокая глотка. Ну, у них там оргазм, глубокая глотка. Это вся нарсовская тема. Безумно крутые румяна. Единственное, они формат поменьше, увы. Но румяна безумно крутые. Тоже по сводчу они кажутся вообще никакими, но в жизни они безумно крутые. Ну, сейчас увидите, как они работают. Они немножко с золотинкой. Видите, наверное, нужно за свет сделать, чтобы была... Была вот. Золотинка, это видно. Вот. И эта золотинка, кажется, что она будет как-то дешевить образ или еще что-то. Но нет, она придает лоск, придает свечение. Кстати, телефон насыщенность гораздо ярче передает, чем в жизни. Вот я чуть-чуть провела, мне еще румян не хватает. А на телефоне уже достаточно насыщенно. Ну, в общем, такой румянец получается свежий, естественный. Относительно естественный. И очень красивый такой у него сияющий перелив, который мне безумно нравится. Потому что он дает вот именно вот этот лоск, который мало какие румян дают. В основном румяна идут какие-то сатиновые и просто дают какую-то объемность цвету. То этот дает и объемность, и какой-то такой лоск, перелив такой, прямо свечение. То есть у меня все продукты, по сути, со свечением. Вот это со свечением, с микроскопическим, совсем незаметным, но оно есть. Вот в продуктах и нужно, чтобы было совсем немножко свечения, светоотражалки, чтобы были еле-еле видны. Потому что иначе это будет за новогоднюю елку. Здесь тоже в пудре светоотражалки есть. Здесь они чуть есть, здесь они чуть есть. То есть везде они есть, и они дают очень красивый эффект. Дальше чуть-чуть еще хайлайтера. Обожаю этот хайлайтер. Ламель. В старой упаковке, я подозреваю, что из-за упаковки у них изменились оттенки. Здесь у меня 101 оттенок, но новые упаковки идут теперь уже 401 и 402 тона. Но я подозреваю, что вот этот лунный свет, который безумно красивый, влажный такой перелив дает. Не знаю, как показать, чтобы не было засвета. Ну, в общем, очень красивый перелив. Зеркальный такой. Вот если ищете холодный зеркальный перелив, не в желтый уходящий, не в розовый. А именно такой вот холодный, берите его. Над губой и в другие места я не наношу, я наношу только вот на эти. Дальше любимый мой карандаш для бровей от Bourjois. Он здесь со щеточкой, здесь выдвигающийся, очень удобно. Называется он... Так, правильно я держу. Броу Ревил, вот это вот Bourjois, оттенок 001 у меня. Очень его люблю. И щеточка у него хорошая, и оттенок у него такой для блондинок, мне кажется, универсальный. Единственное, что он очень быстро ломается. Вот у меня последние несколько карандашей. Они прям ломаются и достаточно большими кусками отваливаются, за счет чего карандаш кончается, там, я не знаю, за неделю. Потому что он просто весь отламывается и все. Надо его в холодильнике, наверное, хранить, чтобы он не таял. Нравится мне этот карандаш, быстренько и хорошо. Но у меня брови свои густые, поэтому, в принципе, тут нечего особо с ними делать. Дальше приступаем к, собственно, герою поста. Как говорится, маковская палетка, бургундия. Очень классные оттенки, очень насыщенные, классно тушуются. Если вы не умеете тушевать, наносить тени, они у вас все время каким-то пятном или еще как-то ложатся, не пожалейте денег на мак, они за вас все сделают сами. Давайте я для вас посвочу. Такая рука бронзовая. Вот этот верхний и средний, это вот эти оттенки. А вот этот, это вот тут. Вот оттенок, потому что я начала наносить с середины руки. В общем, оттенки безумно красивые. Как видите, они действительно в таком бордо стиле. У меня есть отдельный пост, где и фотка с оттенками есть, и про саму палетку я рассказываю. Но они, я даже не знаю, как их описать. Они, их надо пробовать, потому что они безумно крутые. Посмотрите. Вот этот талповый, вот этот даже бронзовый, как бы, ну, грубо говоря, да, он все равно красивый. Ну, хотя я не люблю такие оттенки, то этот, серединка, очень красивый. Попробуйте. Вот этот вы не видите, но он с бордово-золотистым шиммером. Безумно красивый. На какие-то смоки наносить его просто потрясающе. Ну, и вот эти оттенки верхние, они достаточно такие талповые. Ну, вот этот я не наношу, а вот эти два, ну, посмотрите, божественно красивые. В общем, идеальная палетка. Называется она Бургундия. Там, по-моему, палеток 4 или 5, вот таких девяток, очень крутые, очень крутые тени по качеству. Просто лучше я пока, наверное, даже не пробовала. Но здесь единственное, что нету светлого оттенка, поэтому я воспользуюсь пудрой от Givenchy. Я ее не пользуюсь как пудрой, я пользуюсь ею как тенями. Это обычная знаменитая четверка. И пользуюсь я вот этим светлым оттенком, наношу его полностью на все подвижное веко. И оно мне служит как прекрасные светлые тени. Дальше берем оттенок. Извините, у меня скрипит стул. Дальше берем вот этот оттенок и выделяем складку. Дальше берем мою любимую палочку-вручалочку, черный карандаш от Evelyn. Обожаю его, в оттенке черный. И делаем мой знаменитый макияж. Получается что-то типа вот такого. И дальше берем скошенную кисть и делаем из этого немножко стрелочки небольшие. С учетом нависания вашего века. Как обыграть нависающее веко? Смотрите прямо и видите... Сейчас я поближе возьму. Прямо смотрите и видите, где заканчивается складка. Вот, расслабьтесь. И вот здесь кончается складка. Вот она. И под ней должна идти нижняя часть стрелки. Мне нужен упор, мне нужно сейчас посильнее давить, поэтому я сейчас не смогу сделать. Но, в общем, под вот этой складочкой, вот она, видите, сделать нужно нижний хвостик стрелки. Потому что, если вы сделаете вот так вот стрелку или вот, ну, как-нибудь, в общем, по-другому, у вас при естественном положении глаза у вас стрелка заломится в складку. А так, если вы под складкой ее пройдете, у вас она туда не заломится. Здесь в этом макияже это не архиважно, но все равно лучше любую даже подложечную стрелку рисовать. Именно с этой, из этих, с этими соображениями. Ну, вот я примерно нарисовала, да, я расслабляю глаз, и у меня стрелка на месте. Если бы я ее рисовала на закрытом глазе или на каком-то не таком расслабленном, или, ну, в общем, как-то не так, то она бы у меня заламывалась в складку. А так она на месте. Черный карандаш в этом макияже нужен, потому что он дает подложку черную, ну, как бы он дает более насыщенность цвета. Какой бы цвет вы сверху не положили, он будет сразу насыщеннее, сразу ярче и будет лежать лучше. Ну, если у вас не получается стрелка, мне просто под стрелку, ну, по стрелке легче рисовать, то можно нарисовать просто какую-нибудь плюшечку. Главное, чтобы это черный карандаш был. Дальше берем вот этот, прям бургундинский, дальше ехать некуда оттенок. Подкладываем, чтобы не сыпались тени и просто по стрелке ее учерняем и чуть-чуть увеличим. То есть у нас не повторяются контуры стрелки, ну, как бы они повторяются, но мы не делаем тенями стрелку. Мы делаем просто поверх нее, как бы такую подложку. Вот дальнейший макияж. Стрелка дает нам границы. Границы нижние и, собственно, вариацию действия вверх. Просто без стрелки, как бы, сложно понять, где там рисовать, где нарисовать, когда карандаша нет. До середины глаза, до середины зрачка мы это рисуем. Тёмными тенями. Получается что-то типа таких вот неясных плюшечек, из которых мы будем растягивать цвет вверх. Дальше берем 217 от Мак и набираем вот этот оттенок. Набирать нужно вот этого оттенка, которым будете тушевать. Очень много его нужно набирать. Набирайте, стряхивайте, набирайте, стряхивайте, чтобы вся кисть была в этом оттенке. И начиная от низа, прям вот ставьте кисть на то место, где тёмным оттенком тушевали. Просто круговыми, вот так вот, в разную сторону, круговыми движениями, тушуйте, тяните цвет вверх. То есть я вот внешний уголок делаю вот так, начинаю от середины я делаю вот так. Вот так, вот так, вот так. Периодически поднабирая цвет. Эти оттенки, знаете, не бойтесь их, потому что я сначала тоже боялась. Не бойтесь эти оттенки, потому что они кажутся сначала такими, типа, красными, какими-то стрёмными. Но нет, они наоборот дают вот эту красивую дымку. Подойдёт, мне кажется, любому оттенку глаз. Многие говорят мне, из вас, что мне нужно какими-нибудь серыми тенями пользоваться. Но, когда я наношу серые тени, у меня глаза сразу становятся супер бледными, потерянными. И, короче, как, знаете, как у рыбы какой-то. Ну, вот, в принципе, и всё. Здесь, конечно, у нас не так видно, но вот тут вот это видно хорошо. Ну, и теперь берём вот этот изначальный оттенок и сравниваем немножко границы. Я не знаю, как показать, чтобы вам показать, как видно. Я, наверное, сейчас пойду в ванну, потому что там такой свет хороший. Дальше проходимся по линии роста ресниц с жидкой подводкой. И тушь Clorans Wonderpuff от Mascara 4D. Обожаю её, про неё тоже делала описание. И делала её в посте, про мои любимые продукты. Вот этим светом получше видно. Хотя глаза ещё более насыщенными являются на самом деле, но, к сожалению, мне не передать этот цвет. Давайте ещё расскажу про байтери напоследок. Байтери – это мой новый бальзамчик, который является просто бальзамом. Ничего сверхъестественного. Он уход делает. И очень красивый оттенок губ. Боже, насколько вот красивый результат я вижу в зеркале. Насколько ужасно это всё видится на камере. Кошмар. Он даёт очень красивый, такую дымчатую поволоку губам. Прекрасный уход. Держится, правда, не очень долго. Но, тем не менее, он очень приятный на губах. Ну, вот так, наверное, даже получше в темноте, во мраке. Кто давно со мной, знаете, наверное, что я не люблю какие-либо оттенки на губах, во-первых, и какие-либо неприятные текстуры. Так вот, он не даёт никакой липкости, не даёт ничего такого неприятного. Он даёт просто красивую поволоку губам в таком фиолетовом подтоне. И просто вот, в принципе, из-за этого я его и люблю. Покупала я его в Ревгоше. Стоит он 2, по-моему, 300. Пост о нём отдельно есть. Посмотрите в Инстаграме. Повторюсь, подписывайтесь в Инстаграм, потому что сейчас я там почаще. Вот, всё. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Я обещаю делать хорошие, качественные видео в будущем, когда мы переедем на другую квартиру. Вот, всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok